Между тем, есть информация не совсем праздничная. Несмотря на то, что детских домов в Тюменской области уже не существует, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, увы, есть. Их 6 318 человек. Из них подавляющее большинство устроены в семьи. Периодически мы рассказываем об опекунах, но сегодня у нас есть история про женщину, которая воспитывает чужих детей уже 18 лет. Через ее дом в Успенке прошло уже несколько десятков мальчишек, которых принято называть трудными. И в свои 65 лет она не собирается заканчивать эту благородную деятельность. С бабой Лизой познакомилась Лариса Соловьева. Три теплицы, огород, сад, хозяйство. Сидеть без дела в этой семье некогда. В доме бабы Лизы чужие друг другу мальчишки стали братьями. Денис один из самых маленьких, ему 10. Три года живет здесь, и два из них ходят своими ногами. Елизавете Черновой мальчик попал с врожденным заболеванием. Один из старожилов дома, Тигран, тоже 9 лет назад приехал в инвалидной коляске ставить на ноги бабе Лизе не привыкать, как в прямом, так и в переносном смысле. Митька, свиньи закрытые большие? Маленькие, да, большие. Нет, ну вот здесь впереди закрытые, это у курей, да? История этой большой семьи началась 18 лет назад. У Елизаветы Черновой умер супруг, и в большом доме она осталась одна. Сноха предложила взять на воспитание ребенка из детского дома. Вот она мне привела глухого ребенка, глухого, зачуханный, замызганный, но хороший, Димка. Он молчен, потому что не слышит, а мне ему и сказать нечего. Вот мы вдвоем кукуем с ним. А я говорю, давайте еще ему возьмем ребенка. Долгушин был такой красивый. Вот я его взяла, а с ним в комнате был Пашка. Тот подбежал, Пашка маленький такой был, ножки скрючены, все, собачек он урежет. Попал в детский дом, это самое, с Кемерово. И я его, это самое, он меня за ноги схватил, возьми, я тебе в ноги буду мыть, возьми меня отсюда. С тех пор многие просились к ней в семью. Некоторые мальчишки приходили сами и оставались. Сегодня старшим выпускникам по 26 лет. И все они до сих пор на связи с бабой Лизой и ее новыми детьми. А мы Шойгу дома. Он же командует теперь, все. А какую я ему кличку дам? Только Шойгу. А еще зовут мальчика Сережа. У каждого в семье есть свое шутливое прозвище. Берет Елизавета неизменно только мальчишек и неизменно 10 человек. Жизнь в этом доме вообще подчинена строгому порядку. Утром дела по хозяйству, 12 обед, отдых и постоянное обучение жизни. Начинать порой приходится с элементарного. Есть вилкой, понимать время на часах. Если маленькая стоит между единицей и двойкой, то сколько? Десять минут второго. Сыны тебе нет? У дети хлопают, хлопают. Молодцы, молодцы. Зато из дома бабы Лизы юноши выходят готовыми к самостоятельной жизни. У меня тихо она была, так у меня всех курить перекрасил половой краской. Мы им потом вырезали вот это все. Но он старался. На Новый год он гирляндами корову украсил. Там, знаете, корову крышу выбивала. По страху? Ну, конечно, представьте, гирлянды, все горит вокруг коровы. Вот приехала, обнял меня. Лиза, спасибо тебе. Историй про своих мальчишек у нее не на одну книгу. В следующем году из ее семьи выпускаются сразу трое воспитанников. Бабе Лизе 65. И она готова взять еще детей. Я вот одна в таком огромном доме. У меня все есть. Я буду сидеть, барствовать. А дети будут где-то. Нет, это неправильно. Это неправильно. Дети должны обязательно жить в домах. Лариса Соловьева, Евгений Проскуряков. Тюменское время.